В Верхневолжье по поручению губернатора Игоря Рудене развивается система профориентации и закрепления молодых кадров на предприятиях региона. Одним из направлений работы является взаимодействие колледжей и вузов с профильными учреждениями и прохождение студентами производственной практики. Серьезный вклад в эту работу вносит Тверское региональное отделение Союза машиностроителей России. Тверской вагоностроительный завод, который составляет основу отделения, организовал и провел профориентационную акцию «Неделя без турникетов», интерес которой оказался в этом году высоким. Стартовала неделя 9 и продлится до 27 октября. В рамках «Недели без турникетов» специалисты Тверского вагоностроительного завода провели профориентационную экскурсию для студентов Тверского государственного технического университета по специальности электроэнергетика и электротехника. Молодежи показали сварочный вагоно-сборочной цеха, рассказали о новейшем оборудовании и технологиях, применяемых в изготовлении современных вагонов. Очень приятно, что нас посещают студенты, интересуются этим всем. Я так понимаю, что студенты у нас тоже информационно продвинутые. И действительно, все это западет в душу, найдут себя здесь. Сегодня Тверской вагоностроительный завод выпускает высокотехнологичную продукцию «Умные вагоны». Именно поэтому на заводе востребованы как инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, способные проектировать и реализовывать различные системы жизнеобеспечения вагонов, так и рабочие руки, которые со знанием дела строят современные пассажирские вагоны, электропоезда и «Волга». Электротехника я выбрал направление. Это связано в основном с высоким напряжением, ну и с оборудованием, которое обеспечивает передачу, трансформацию и генерацию. И выбрал я, ну посчитал, что это как бы будет всегда. Вагоностроение идет тоже много со временем. У нас новый электрический выпускаемый, электропоезд новый выпускаемый у нас на заводе. Он все больше начинен электроникой, всем возможным диагностическим оборудованием, всем возможным удобством, комфортом для пассажира. Существуют, скажем так, беспроводные зарядки, USB-удлинители, новые розетки. И как бы конструкция вагона совершенства становится сложнее, сам вагон становится комфортнее для пассажиров. И для реализации наших, скажем так, проектов, конструкторских решений требуются светлые умы. В ходе таких экскурсий студенты Тверского государственного технического университета получают уникальную возможность погрузиться в производственные процессы, выбрать будущее место работы. ТВЗ, оно как раз предлагает нашим же выпускникам много возможностей, и поэтому мы как раз стараемся их вводить, чтобы они для себя уже не в последний момент, когда они получили диплом и думают, а куда мне пойти, куда податься, а именно заранее уже представляли для себя, и, возможно, даже писали диплом уже по тем предприятиям, на которые они могут потом пойти в качестве, ну, в первую очередь, мы надеемся, инженерных работников. Ты приходишь на производство, смотришь, как работают люди, тебе показывают, рассказывают, ну, это интересно, потому что вот если не было бы ни практик, ни профориентации, то куда бы мы шли после университета только с теоретическими знаниями, а то ты посмотришь, тебе и покажут, и расскажут. Такой подход дает возможность заводу найти молодых и перспективных специалистов, молодежи, получить стабильную работу, где будет и профессиональный рост, и социальные гарантии.